К сожалению, у меня уже какой год подряд происходит так, что когда дело доходит до матчей на вылет, я сталкиваюсь либо с аллергией, которая меня порой заставляет пропускать обзоры, либо же я заболеваю, что, собственно, опять и случилось. Поэтому заранее прошу прощения искренне за свой голос, самому не очень приятно давать вам вот такой вот звук, но и пропускать, согласитесь, шестую игру Golden State Lakers, ну, я просто не мог себе позволить, поэтому давайте к ней, собственно, и переходить. Что можно сказать сразу по первой половине? С точки зрения игры Lakers, она практически ничуть не изменилась по сравнению с тем, что мы видели, например, в матче под номером 1. Лос-Анджелес тотально пользовался своим преимуществом в росте, продолжал активно выстраивать свое нападение через давление в зоне, продолжал использовать Энтони Дэвиса при любом удобном случае, и да, он играл сегодня сразу же со стартовых минут, несмотря на полученный удар от Луни в прошлом поединке, и продолжал очень уверенно и хорошо играть в защите. Пожалуй, за первую и вторую 12 минутки у меня только лишь в парочке эпизодов возникли вопросы к тому, как Golden State настолько легко и беспроблемно удалось проникнуть в зону или же отдать туда проникающие передачи. В остальном же подопечные Дарвина Хэма приложили максимум усилий для того, чтобы воины либо не получали легких моментов под кольцом и из-за дуги, либо же, если и получали, то при условии того, что это будет наихудший исполнитель трехочковых, например, условный Дреймонд Грин. Отчего после стартового рывка от Хозяев 9.22 стало, знаете ли, как-то крайне тревожно за воинов, ибо их игра была больше похожа на превознемогание себя буквально в каждом эпизоде нападения, нежели на их типичное легкое быстрое движение мяча, что мы наблюдали от них на протяжении всей регулярки. Что же касается воинов, то тут, друзья мои, провал на провале. Один из десяти с дальней дистанции на старте, никакущий совершенно Клэй Томпсон, который намазал большую часть бросков вообще из открытых позиций, никакущий Джордан Пулл, которого я, если честно, ну вот не понимаю, зачем сегодня Кер держал настолько долго на паркете. За 12 минут он мало того, что набрал 0 очков и сфалил 4 раза, так еще и выйдя под самый занавес второй четверти, стал соавтором, получается, того, как Ривз буквально вколотил предпоследний гвоздь в крышку гроба Golden State своим потрясающим базером. Ну, на мой взгляд, нельзя так бесхребетно играть в защите в таком важном матче, пусть и даже на бросках, которые чаще всего опускаются на шару. Единственные игроки, которых, пожалуй, можно было сегодня отметить в положительную сторону у воинов, это типично Стефан Карри, включавшийся только в концовках двухчетвертейки, Вона Луни, выполнявшего самую грязную работу, как обычно, на обоих сторонах паркета, и Донте Девиченце, который наряду с Шефом был вторым самым результативным игроком в ротации Кера. По итогу, под занавес первой половины Лейкерс имели преимущество практически по всем статистическим показателям, от подборов до, конечно же, штрафных бросков, которых в целом по серии Лейкерс выполняют аж на 50% больше, чем воины. И к этому имеются, откровенно говоря, вопросы, но об этом не сегодня. Потому что, так или иначе, гости находились в крайне тяжелом положении. И давайте, собственно, посмотрим, что происходило в этом поединке далее. Бойлеры, забудьте о переплатах при заказе любых баскетбольных вещей или атрибутики. Добро пожаловать в магазин Бойлер Зон, первый онлайн-магазин, основанный баскетболистами для баскетболистов. Разумеется, магазин проверен, и все товары в нем строго оригинальны. А также сейчас у ребят часто проходят розыгрыши и акции, в которых я вам очень рекомендую принять участие. Все ссылки находятся в описании, переходите по ним прямо сейчас, ну а мы с вами продолжаем. А далее, господа, абсолютно ни хрена, к сожалению, не изменилось. По моему личному мнению, Golden State играли в более-менее конкурентный баскетбол ровно до отметки в 6.20, когда уже пошли ошибки, ну прям самые детские простейшие, даже на выносе мяча из-за лицевой. И в дальнейшем Golden State лишь обозначали свое присутствие на паркете, нежели показывали какое-либо желание вернуться в поединок по-серьезному. С точки зрения Лейкерс, опять же, оборона это было тем, что действительно позволило им сегодня настолько успешно провести большую часть игры. Да, Карри, если взглянуть на его персонально набранные очки, остановить как бы, наверное, не удалось, но все его набранные поинты были либо после тяжелых и неудобных дальних бросков, либо же после проходов, что по сути можно считать выполненной просто на отлично задачки по обороне. Быстрые свечи и подстраховки смогли сегодня нейтрализовать лидеров Golden State, и я считаю, что за это нужно полноценно говорить пурпурно-золотым спасибо, и особенно Дарвину Хэму. Его геймплан, применявшийся по всей этой серии, сработал. Далее, чего невозможно не отметить еще по второй половине матча и поединку в целом, это, конечно же, игры остальной команды воинов, за исключением Девиченза, как я уже говорил, Луни, Уиггинс, рубившегося до последнего в защите, хотя у него, между прочим, перелом реберного хряща, и шефа Карри, где были все остальные? Где Клей с его бросками из-за дуги? Как можно в настолько важном матче было реализовать 3 из 19 из-за пределов трехочковой? Где Джордан Пулл? Где Пейтон? Где Грин со своими передачами? Почему Карри в одного набирает очков больше, чем вся стартовая ротация? Мне, если честно, вообще непонятно. И понятное дело, что это ужас, и здесь больше нечего добавить. При таком Леброне, в матчапе с которым ни Муди, ни Уиггинс в транзишенах не могли совладать, при таком праймовом Дэвисе, на счету которого сегодня дабл-дабл, при такой скамейке, при таком Остине Ривзи, выиграть поединок в одного шефу было просто невозможно. И как вы уже поняли, когда разница в счете в третьей 12 минутке перешагнула за 18 очков, по сути, все для воинов было кончено. У Голден Стейт банально закончились ресурсы для выживания в защите, и особенно закончились комбинации для нападения, что, конечно же, да, бывает, и тот же Янис нам прекрасный пример, но я лично очень надеялся на то, что серия продлится до 7 матчей и подарит нам еще больше ярких эмоций. Но Лейкерс были явно против такого расклада, не хотели они возвращаться в честь Центр, и я думаю, что фанаты Лос-Анджелеса им за это благодарны. Не обошлось сегодня, конечно же, и без рекордов. Леброн поднялся на четвертую строчку по общему количеству подборов в постсезонах и выиграл 41-ю серию в плей-офф своей карьере, что также является рекордом. Клей поднялся на второе место по количеству реализованных дальних, что, конечно, странно при учете его сегодняшней статистики. Карри вышел на 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф, но все это, конечно, не имеет сегодня никакого значения. Главное это то, что теперь Лос-Анджелес сразится с Денвером в финале Западной конференции. Кстати, вы можете уже написать свои предположения, кто победит в этом противостоянии. А Майами, вышедшие сегодня также победителями в серии Сникс, ожидают для себя победителя в паре Филадельфия-Бостон. У меня же, господа, на сегодня все. Поздравляю искренне болельщиков Лос-Анджелеса. Леброн невероятен, в целом команда Лейкерс невероятна. Также поздравляю болельщиков Майами Хит. И нужно, наверное, как-то поддержать и утешить фанатов Голден Стейт и фанатов Нью-Йорка. Ребята выдали потрясающую игру, выдали, наверное, свой максимум. И критиковать, наверное, их больше не за что. Да, они проиграли, такое случается, с кем не бывает. Поэтому давайте на этом и остановимся. Лайк, если вам понравился видос, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Услышимся и увидимся с вами, как всегда, совсем скоро. И всем пока. Вы знаете, я горжусь той борьбой, которую мы навязали. И надо сказать, что Лейкерс играли потрясающе во всех сериях и матчах. Они использовали свои сильные стороны, и очевидно, это привело их к тому, что они вышли из этой серии победителями и теперь двигаются дальше. Я должен отдать им должное. Они отлично играли в баскетбол, и для нас это просто возможность подвести итоги того, на каком уровне мы находимся сейчас. Сохранить уверенность в своих силах и вернуться на этот этап в следующем году. Продолжение следует...